Первый звонок сегодня прозвенел и для первокурсников обновленного Чебоксарского педагогического колледжа. С этого года он входит в состав Чебоксарского механико-технологического техникума в качестве отделения дошкольного образования. Поздравить студентов приехал председатель кабинета министров Иван Моторин. ЧМТТ входит в 100 лучших образовательных СУЗов России, а также второй год подряд является лауреатом марки 100 лучших товаров России. Множество наград завоевано на российских и международных соревнованиях. Души поздравить с началом учебного года, с Днем Знаний, пожелать хорошего учебного года, новых впечатлений, встречи с друзьями, кто не первый год уже обучается, а первокурсникам войти в учебный процесс, обозначить свои приоритеты, ориентиры. Я надеюсь, что учеба в колледже техникуме поможет вам определиться своим жизненным выбором, знания понадобятся в дальнейшей жизни и работы. Всем вам успехов, всех вас с праздником. Спасибо. Здесь готовят кадры для дошкольных образовательных учреждений. Более 600 студентов учатся на очной и заочной формах. 25% из них полностью возмещаются затраты на обучение. В 2015 году на обучение по специальности дошкольное образование принято 225 человек. Из них 175 на бюджетной основе. С 2012 года только в городе Чебоксары построено 16 дошкольных образовательных учреждений. Они современные, они оборудованные, и они ждут вас, вас, профессионалов. Мы нуждаемся в вас. Сейчас в республике строятся детские сады. Проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях постепенно перестает быть острой. Так что у этих студентов вопросов с трудоустройством не будет. А многие идут учиться сюда по призванию. Потому что бабушка сначала тоже как бы в детдоме работала, потом мама в детском саду работает, и сестра в Москве. И меня тоже так отправили. Мне, конечно, с детьми нравится у нас все семейное. К новому учебному году в техникуме готовились все лето. Благодаря объединению учреждение получило дополнительное финансирование из республиканского бюджета. На эти деньги здесь отремонтировали фасад здания, обновили мебель в учебных классах, поставили новые компьютеры, полностью отреставрировали общежития. На этом руководство техникума не собирается останавливаться. Планирует своими силами обновить спортивный зал, поменять полы, окна и оборудование. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.